Слава Господу, братья и сестры, за эти чудесные дни, которые даровал нам Господь, и мы сегодня имеем возможность быть в собрании и слышать Божье Слово. Я вкратце, в нескольких минутах, желаю прочесть месячное Писание и порассуждать с вами о прочитанном. Это книга пророка Иеремии, 31 глава, 18-19 и часть 20 стиха. Слышу Ефрема плачущего. Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня и обращусь, ибо ты Господь Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был уразумлен, бил себя по бедрам, я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. Не дорогой ли у меня сын Ефрем, не любимое ли дитя? Ибо как только заговорю о Нем, всегда с любовью вспоминаю о Нем. Я хотел бы сегодня обратиться к нашим братьям и сестрам молодым. Мы сегодня переживаем чудесные праздники воскресения Иисуса Христа. О том, о чем празднует все христианство, Христос умер и Христос воскрес. Братья и сестры, а для кого-то это ничего не значит. Есть молодые люди, которые спросишь, и они не знают, что это такое. Есть люди, которые спросят, что такое Крисмос. Они говорят, это тогда, когда елки ставят. Или тогда, когда мы делаем шаппинг, по магазинам ходим, покупаем. Или это тогда, когда, называй, кто-то подарки приносит. Не знают, что такое Христос прошел мир. Некоторые дети не знают, что такое Христос умер. Не говоря уже, что бы знали, за кого Он умер. И, братья и сестры, проходят так дни, годами. Особенно те братья, которые сзади там сидите. Которые селеры достаете. И вам неинтересно это собрание. Да, и отец, и мать. Там уже не такого, может, умственного развития, как вы. Потому что знаете. И много чего больше может быть в этой стране, в которую мы переехали. Братья, сестры. Приходит время, когда нужно нести то, что мы заслужили. И вот это очень тяжело. Братья, Дух Святой говорит, что недолго будет такое время. И пройдет 5, 7, 10 лет, вы будете отцами. Сестры, вы будете матерями. Ну, немного времени пройдет. Я приехал сюда, мне было 36 лет, молодым, в средних годах. А сейчас? А сейчас уже скоро 59. Быстро пролетело время. Быстро. В жизни, когда мы молоды, мы не думаем, что так как я поступаю своим отцом и матерью, так со мной будут поступать мои дети. Мы, конечно, не думаем. Но когда придет время, и уже назад не вернешь. Само хуже, братики, сестрички, когда не вернешь назад, и нужно нести. И Божье Слово говорит, я слышу Ефрема плачущего. Ты наказал меня, я наказан. Я нес бесславие моей юности. А уже годы пришли, как один брат приходил к брату Викторовичу. Я уже все оставил. Я это все оставил друзей своих. Все это оставил. А жизни нет. И говорит, сейчас мои грехи начинают мне говорить, что я делал. Помогите. Попробуй помоги, братья и сестры, когда человек несет то, что наделал. Если мы наделали добро, сделали много добра. Почему мы сегодня говорим, детки, когда идет старичок или старушка, встаньте. Что-то скажет брат в ваш адрес. Уступите место. Что-то сестра скажет. Вот этого наберите больше. И когда мы начинаем жить, и вот это возрастает, благословение нас окружает. Братья и сестры, и Божие Слово говорит, когда повзрослел, Ефрем начал бить себя, сам себя начал бить, чтобы что-то изменить. А ничего не изменяется. Сегодня молодые братики там в школе, плохое слово мы говорим. Ты говоришь плохие слова? Ну, вырывается. Откуда, братики, оно вырывается? Значит, оно там есть. Пошел с друзьями, мамы не послушал, отца не послушал, слово сказал, упрек. А потом придет время. Очень много скоро прилетит. И потом что? А потом приходит время, когда мы начинаем нести наше бесславие. И Божие Слово говорит, когда человек сам себя наказывает, когда отец наказывает детей, когда церковь наказывает и когда наказывает Бог. Братья и сестры, я не хотел много говорить, только хотел бы сказать молодым братьям. Когда Бог положит руку на нашу жизнь, ее никто не примет. Эту руку никто не удалит. Если уже Господь положил свою руку и нам нужно откричать, то уже откричишь. Пока Господь не снимет свою руку. Откричишь. Вы помните, братья, когда, когда Давид пришел в Секилах, мужи сильные и вот никого нет. И начали плакать до тех пор, пока не было уже силы плакать. Но там Господь явил помощь ему, дал им выход с этого положения. А когда Давид согрешил, и Господь говорит, из твоего дома восстанет. И он взывает, помоги мне, Господи, не удаляйся от меня в своих псалмах. И мы любим Давида. Он был прост, и он мелкается. И Господь его любил. Братья и сестры, разве не Господь не любил Давида? Очень сильно любил. Но Господь был справедлив. И если Давид согрешил, то Господь положил свою руку. И вот убегает он. Босый, царь убегает. Убегает своим окружением. А почему? Потому что несет то, что наделал. Сегодня, братья и сестры, в данной стране, я смотрю, и на Украине, и в России, все перемешалось. Перемешалось благословение и спасение. Спасение дает Господь. А благословение мы заслуживаем. Божество говорит, что посеет человек, то и пожнет. И я смотрю, молодым, я часто обращаюсь к молодым. Мы сейчас даже назначили беседу с молодежью. И одна цель. Ну, как им сказать? Как донести? Дети, не делайте себе проблем. Не плачьте в своей жизни. Бог поругаем не бывает. И Господь говорит, вот что вас еще бить? Вот что бить? Но вы продолжаете свое упорство. Я смотрю, молодые люди имеют отца и мать, все необходимое. Тот в пьянство, тот в курение, тот в наркоманию. И вроде говорит, ну, я хочу бросить, то брошу. А хочу, ну, просто нечего делать. Братья, сестрички, посмотрите, сколько сегодня молодых людей. Зайдите на кладбище, которые лежат. Почему? А потому что такое баловство. Отца не слушаем, мать не слушаем, друзья, компания. И все, и пошли по кривой дороге. Дальше от церкви. В собрания уже нет желания ходить. Вот только что мать или отец заставляет, то ради них. Слово Божье. Братья, дайте ответ и сестры себе. Когда последний раз мы читали Библию и Божье Слово, открывали. Нам лучше, как брат говорит, интернет, лучше телевидение. А Божье Слово? Вот там жизнь. В Божьем Слове есть жизнь. А там смерть. И посему, братья и сестры, да хранит нас Господь и поможет нам. Всякое отступление от Божьего Слова, оно навлекает наказание Господне в нашей жизни. Всякое отступление. Если Евраама поставил Господь и дал ему десять колен, и он поставил два тельца, одного в дани, другого в Вифиле. И Господь говорит, накажу Евраама. И только его, накажу дом его, никого не останется у него. Даже животных, которые он имеет, и те будут умещевлены. И так Господь и сделал. За что? За отступление. За то, что смеялись отца и с матери. За то, что унижали собрание Церковь Господню Господа. За то, что делали зло. И я не хотел бы сегодня перечислять то, что молодые люди делают, братья и сестры, в нашем возрасте. Но такого не было. Как сейчас, я смотрю. Но кажется, оно уже такое, превышает все число. И то Божие Слово, которое мы читаем. Дети будут родителям непокорны. Но, кажется, это именно такое время, когда дети начинают управлять родителями. И, бывает, родители боятся своих детей. Говорят, только трону, брат Виктор. Сразу предупредил меня. Телефон набираю. «И что ожидает того сына? И что ожидает ту дочь? Разве в жизни им будет хорошо? Разве они не будут нести за это, что они делают зло, когда поднимают руку свою на отца и на мать?» Братья и сестры, это большое зло. И оно наказуемо, это зло. Божие Слово говорит, не будет тебе хорошо в жизни и долго жить не будешь. Но молодые люди это не думают, но говорят, окей, I don't know, я знаю, я не знаю. А когда приходит время, и когда самое дорогое, самое любимое время, пришла любовь, поженились, и кажется только любить друг друга, и откуда-то приходят проблемы. Откуда приходят Божьи наказания? Братья и сестры, я говорю, разные виды. Вы помните, как Господь наказал дом Илья? Господь говорит, за то нечестие, которое они делают. Братья, в цело в церкви открывать нельзя. Не открывайте селфоны в церкви, сестры молодые. Не делайте себе беды. Смотрите, ваши родители не открывают. Но у них больше занятий, больше проблем, нежели у вас. Пастыря не открывают. А молодые, по 15-17 лет, не могут их закрыть. Братья, это зло в очах Господних. В доме Божьем заниматься нечистотой, и кто знает, что смотреть. Пройдет время, смех обратится в плач. Братья и сестры, я имею, конечно, ну может даже недовольство на некоторых родителей, которые детям, которым 10-13 лет покупают новейшие телефоны с интернетом. Зачем родители, братья и сестры, зачем мы это делаем? Для чего? Для того, чтобы наши дети гибли. Если нужно купить или связаться с сыном, ну возьмите самый дешевый без ничего. Ну можно же это сделать. Нет, смотрю, 10 лет дети, новейшие телефоны сидят, айпеды, айфоны. Для чего это? И потом потихоньку наши дети уходят. И вот мы идем сейчас, братья и сестры, почему я так говорю, сегодня праздник. Мы идем на собрание, брат подходит, собралось сколько? Человек, наверное, с 10, наверное, собралось. Здесь, возле пианино, все селфоны подкрывали. Все, к собранию готовятся. Братья, нас это страшит, сестры, нас это страшит. Что будет с нашими детьми? И давайте спросим, кто в этом виноват? Мы будем винить пастырей, дьяконов, регентов, проповедников, учителей школы воскрешной, может еще кого-то. Но мы их толкаем на это, наших детей. А потом, а потом, а потом беда, горе и слезы. И когда родители, им плохо и нам плохо, нам тоже тяжело. Отец плачет и мать тогда, когда они послушные, и потом, когда несут за это непослушание. Братья и сестры, я не знаю, что будет дальше, но смотрю, страх теряется, особенно в молодых, да и в старших. Когда родители подают пример плохой своим детям, плохой. И часто дети смотрят на жизнь родителей и нечего взять хорошего. На отношения между отцом и матерью. На дела отца, слова, поступки. На правду, неправду, которые часто делают. Братья и сестры, да хранит нас Господь. Мы нуждаемся в Божьей защите, в Божьей охране. Но Божья защита будет тогда, когда мы к Богу нашему будем прибегать. В страхе ходить. Делать угодный в очах Его. Тогда Господь будет защищать. А когда мы сами развязаны, да детей наших развязываем. И потом беда. И мы часто братьям Ашеру говорим, беседуем. Брат Виктор, селфоны, селфоны. Говорит, забирали. И приходит отец и мать с недовольствием. Ты почему забрал моего сына селфон? Ну а что же делать? Не только сам не слушает. А еще пять человек вместе заглядают, что там идет, что там смотрят. Братья и сестры, это к большому сожалению. Мы так воспитываем детей. И потом приходит время, нужно нести бесславие. И потом бей себя по бедрам. Что я наделал? Что я натворил? Попробуй верни назад. И мы часто говорим, кое-что можно вернуть назад. А кое-что не вернешь. И самое хуже нести то, что нельзя вернуть назад. Давид плачет за сыном своим. О, Ависалом, сын мой Ависалом. Кто бы дал мне умереть вместо тебя? Почему, братья и сестры? А потому что он знал большая вина в этом его же. И посему дети, молодежь, подростки. Бойтесь Господа. Господь на всяком месте. В школе вы, в колледже вы, на дороге вы. Бойтесь Господа. И исключите всякое гнилое и недоброе слово. Когда вы говорите, вот собираетесь там с друзьями. Исключите и свои речи. Исключите. Потому что за каждое слово человек даст отчет. за каждое слово, если Библия это Божье слово, то он говорит за каждое праздное слово, которое скажут, люди не дадут отчет. А вот придет время, а потом попробуй что-то поправ, попробуй что-то исправ. Ничего нельзя. Да поможет нам Господь. Братья и сестры, и хотелось бы утешение сказать, не на такой ноте закончить проповедь, когда Господь Иисус говорит, когда пришло время, и Христос воскресший говорит Марии. 20 глава от Иоанна, 16 и 17 стих. Иисус говорит ей, Мария. Она, обратившись, говорит ему, Равуни, что значит учитель. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им. Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и к Богу вашему. Иисус Христос причистил себя. Иди, Мария, скажи ученикам моим, иди, скажи моим братьям, к моему отцу восхожу, и он же и ваш отец, к Богу моему, и он же ваш Бог. Как радостно, что мы сегодня, братья и сестры, имеем нашего отца на небесах, чтобы не прогневлять его лицо, чтобы Господь не обращал к нам розгу свою и свое наказание. Будем в страх их одеть. Если я отец, то где почтение ко мне? А если я Господь, то где благовение предо мною? Братья и сестры, да поможет нам в этом Господь. Склоним колени и помолимся. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok